Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болтком. Добрый день. В эфире программа «Зелёная лампа». Веду её сегодня я, Ольга Авдевич, и гость нашей студии, глава объединения пациентов с онкологическими заболеваниями «Онко Альянс» Хельмут Беттис. Здравствуйте, Хельмут. У нас обычно наша программа, мы пытаемся задать такой душевный, гуманитарный вектор, и, как правило, наши гости творческие люди, с которыми мы говорим о доброте, о благотворительности. А сегодня у нас будет программа такая больше актуальная, проблемная, тематическая. Мы будем говорить о проблемах онкологии. Во-первых, потому что сентябрь в Латвии – это месяц, когда проходит очень много мероприятий, связанных с этой проблемой. И на государственном уровне, и на уровне общественных организаций. Вот Хельмут нам расскажет об этом. И, во-вторых, потому что наша сегодняшняя человеческая история, она тоже связана с онкологией. В рамках нашей акции «День добрых дел» на Радио Болтком мы помогаем мужчине, рижанину Андрею Грейденсу. Андрею 43 года, и у него онкология. Это карцинома миндалин, рак горла. И он получил то лечение, которое по протоколу в Латвии было ему положено. Врачи сказали, что дальше всё исчерпано, больше лечения никакого ему предложить не могут, оно не предусмотрено. Палеотивный уход отправили к семейному доктору и рекомендовали пользоваться обезболивающими препаратами. Его жена Юля и все друзья и родственники не согласились принять такой приговор и нашли вариант в Белоруссии. Там существует, может быть, эта информация будет полезна нашим радиослушателям, у кого в окружении есть больные с проблемами онкологии. Это Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Клиника имени Александрова – это просто огромный научно-лечебный комплекс, целый город. Там 4 научных отдела, 10 научных лабораторий, 20 отделений стационарных, 11 отделений диагностических. И на базе центра работает кафедра онкологии и медицинской академии. Там более 2000 сотрудников, 74 кандидата медицинских и биологических наук. Ну, то есть огромный такой научный центр, и они посмотрели все снимки, анализы, документацию Андрея и сказали, что есть. То есть вот у них есть протокол, по которому ему можно помочь. И в сентябре друзья-родственники собрали деньги на первый курс. Две с лишним тысячи евро стоит один курс. Андрей съездил, ему стало лучше, и сейчас лечение нужно продолжать, и на этой неделе он уже должен поехать в Белоруссию. И его жена Юля обратилась к нам в программу «Зеленая лампа», в фонд «БиОпен». Мы подключили благотворительный телефон, телефон наш 9306384, евро 42, за звонок. Просим вашей помощи, потому что это и на нашем сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа» почитайте трогательную историю. Там история любви Андрея и Юли, там есть фотографии. В общем, действительно человек в беде, и мы просим протянуть ему руку помощи. И напоминаем, что у нас в студии глава объединения «Онкоальянс», это объединение именно пациентов с онкологическими заболеваниями, Хельмут Беттис. Хельмут, вот как и почему лично вы стали заниматься проблемами онкобольных? Это, может быть, не самый лучший пример, как это происходит, потому что обыкновенно, если в семье или у друга болезнь, тогда человек, который рядом, начинает борьбу с бюрократией, с болезнью, и тогда он начинает искать, читать, и понимает, что это беда большая, и он начинает помогать другим братьям по беде. На данный момент уже у меня есть, в принципе, в семье онкология и весь наш «Онкоальянс», как мы сами скажем, там нет людей, которые вот как-то попали. Там только пациенты или ближайшие родственники пациентов. Я попал пять лет назад, увидел усы, увидел, как это в мире делает насчет рака простоты, что меняет способ, как говорить насчет рака, что можно пойти на проверки. И я увидел, что я это умею, и так только начал, я не думал, что рак, это что-то такое. А так, после первого года уже увидел, что я такой громкий, может быть, и спрашивали, Хелмут, ты можешь больше, или что ты будешь делать. И тогда, в принципе, в следующем году я начинал читать, что это рак простоты, какие там проверки, что у нас в государстве есть, что нет. В третий год уже я нашел то, что негде здесь, в Латвии, найти эту информацию побольше. Я искал курсы в Европе, как вообще защищать этого пациента, который в онкологическом заболевании. И как-то повезло попасть на таких курсах в Брюсселе. Тогда я хотел найти какого-то похожего на меня, который тоже просто своим энтузиазмом хочет изменить, как мы говорим насчет рака, что это социальная болезнь. Не то, что только онкологическая, хроническая, но и социальная. И сейчас у меня уже два сертификата, я там уже учился даже два года, как руководить организацией насчет рака. И я просто всю жизнь искал, что делать, если для твоей работы есть какая-то цель. Что я, по-моему, этого нашел. То есть это получается такая просветительская работа и помощь тем, кому она... Это, в принципе, помощь. И я в первом году не думал, что я буду говорить там с министерствами, что будет такой онко-альянс, где мы все пойдем вместе, потому что я там не один, мы там 6-7 организаций. И будет еще. И мы становимся как бы больше и больше, умнее и умнее. Мы все учимся. Мы этот уровень вообще поднимаем, как защищать пациентов. Вы сами сказали в самом начале, что когда человеку ставят диагноз, то и он сам, и его семья начинают бороться с бюрократией. То есть не только бороться за свое здоровье, но, к сожалению, возникает очень много проблем. Вот сейчас в Латвии проходит акция «Рак надо победить». Вот расскажите, что это за акция. Ну, это, как бы, в принципе, если один степень назад, тогда такие акции мы делаем. Ну, сколько много организаций, каждый делает какую-то акцию, чтобы мы показывали, что мы никуда не поправили. В Латвии 80 тысяч онкологические пациенты. Это, получается, если в семье три человека, тогда 250 тысяч латышей точно знают, кто такой рак. И это акция конкретная, это, чтобы хорошие знакомые люди, там, музыканты, ну, в принципе, сказали бы слова для пациентов, которые борются. В принципе, дали бы мотивацию под Сибирис. Мы с тобой, мы тебя видим, потому что бывает так, что у них уже руки, руки упали. В принципе, один из целей показывать еще один раз. Мы еще тут, мы еще болеем за тем же заболеванием. И мы не выбирали, ну, рак, как я уже говорил после кадра, что это не картофель, который ты выбираешь. Этого будет, я не буду. Это случилось. Я сейчас пациент онкологии. Вот, если сказать, вот основная проблема, ну, финансирование. Почему мы вот в нашей программе очень часто помогаем собрать деньги на лекарства или лечение от онкологии? Потому что в Латвии не хватает этих средств. А вот что сейчас вот с цифрами получается? Ну, вот сейчас с цифрами только, что было последнее, как бы, новость. И мы знаем то, что мы разработали новый план, онкоплан, как бы, будем браться с раком в течение десятков трех лет. Мы первый раз, как организация пациентов, были уже в начале, когда делали этот план. Потому что до этого всегда было так, что все, как бы, работают для нас, для пациентов. Нам только сказали, что будем, что мы будем, как бы, вам давать. Никогда не спрашивали, что хотим. На данный момент мы спрашивали в этом году 100 миллионов. Ну, в принципе, начиная с следующего года. Мы получали 30. Это получается одна третья часть от... Чуть меньше, чем одна третья часть. Чуть меньше, чем одна третья часть. Тогда опять, ну, в чем мы смотрим? Если мы смотрим назад, когда дали, ну, в принципе, почти ничего, тогда 30 миллионов – это большая сумма. Это хорошо, что там мы будем улучшивать, ну, много проблем. А тот же, что будем делать в следующем году, когда надо, там, 127 миллионов. И мы на данный момент знаем, что гарантирован только 30. Тогда опять мы будем начинать борьбу за побольше бюджетом. Пока рак не будет, как приоритетом лечения, тогда будет трудно. Потому что Еврокомитеты даже в этом году сказали, что в Евросоюзе приоритет – это борьба с раком. В Евросоюзном, как бы, уровне. И один из, как бы, главных целей этого – увеличить 3 миллионов пациентов, которых бы не увеличили до плана. Вопрос в том, сколько и вообще будет ли там один латыш? – Вот мы сейчас, вот последние два года мы говорим только о ковиде. Вот такое ощущение, что пропали все другие болезни – туберкулез, диабет, онкология. И в этом смысле хорошо, что вот в этом сентябре, перед принятием бюджета, все-таки общественные организации, сами врачи поднимают эту проблему. А кто-то, вот интересно сравнить по финансированию, вот средства, которые направляются на борьбу с ковидом, да, и средства, которые требуются по оценкам специалистов на лечение онкологии. Там, я думаю, не будет одной правды, и не будет одного правильного, что делать, но ковид когда-то кончится. Я не так уверен, что онкология кончится. И насчет бюджета, конечно, что на данный момент мы хотим вернуться в нормальную жизнь, потому что очень много вложим в борьбу с ковидом, и, ну, так и есть, что онкология, может быть, и пошла, там, второе. Ну, я бы хотел сказать, что на второе место, если не дальше. Но и в этом, там, насчет ковида, тоже онкология является хроническим заболеванием. И эти пациенты, и в ковиде влияют на них, чем больше, чем на человека без рака, например. В принципе, они, и то же это, но на данный момент, да, но цифры все, как бы, можно найти в интернете, сколько мы вложим там. Но я бы хотел добавить, что когда ковид кончится, тогда, может быть, и деньги для ковид не надо будет вложить. Для онкологии надо постепенно, все временно положить, потому что и медикаменты будут дороже, и мы всегда, как пациентная организация, будем спрашивать, потому что, ну, когда мы добьемся, что нас будет лечить, как, например, Германия, Брюссель и Испания, тогда мы можем уже говорить, что улучшить, что не улучшить, кто такой приоритарный. На данный момент мы отдаем, ну, в принципе, мы чуть-чуть лучше, чем Румания. Вот чисто эмоционально мы отслеживаем результаты сбора средств, потому что мы еженедельно, у нас дикторы на радио читают, сколько денег собрано, сколько было сделано звонков на благотворительный телефон. И, конечно, когда помощь нужна детям на лечение, да, это идет быстро, интенсивно, очень большой отклик. Онкология сложнее. А если это мужчина, почему-то вот в обществе такое отношение, что, ну, как-то это все-таки вот не совсем мое дело, и я не должен откликаться. Хотя вот мужчины, они чисто психологически-эмоционально переносят это, ну, вот как дети. Ну, в принципе, если вот так, смотря, еще один мой проект, это, как бы, вирутест, чтобы насчет, как бы, мужиков, вообще не только онкологические заболевания, вы правильно сказали, что, например, этот рак красоты, который 93% или 97% можно лечить, ежегодно 400 умирает, в принципе, без войны, в течение тех 4 тысячи мы потеряем, пропадает нас отцов, братов. И, как я уже сказал, что, когда я был на Европе, одном, как бы, соревновании, там сказали, что, например, если это лекарство, до этого надо проверять его, и надо получать деньги, потому что, ну, кто будет оплачивать этот тест, например, будем проверять этот медикамент. Например, если даже я вам покажу три фотки, там, первая фотка будет ребенок без волос, вторая будет мать без груди или мать с ребенком на руке, и третьим будет мужчина, у кого вы даете деньги. И, в принципе, как я сказал, что мы сами это, как бы, как, как, так, как, как сами ядрибы. Как общество. Как общество, мы, мы сами этого добились, что мужики, в основном, как бы, термоядерные, они к врачу не идут, они такие, надо быть сильными. Сейчас, как общество, именно, мы, нам нужно, ну, нужно это менять. Потому что так и есть, что мужики, там, живут меньше, они самоебистр equal to, чем 83% заболеваний от таких раков, от которых не надо было бы умирать. И напомним, что телефон помощи наш благотворительный – это 9-3-0-6-3-8-4. Мы помогаем рижанину Андрею Грейденсу, ему 43 года, и ему нужна помощь на оплату подобранных в Беларуси трех курсов химиотерапии. Потому что в Латвии по протоколу, по ВАД-линиям, как это у нас называется, больше ничего не предусмотрено. И реквизиты для перечисления помощи в благотворительном фонде BeOpen можно посмотреть на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа». И жертвующие, и юридические лица, и частные лица, которые перечисляют деньги в благотворительный фонд BeOpen, могут получить льготы по налогам, скидки по налогам. И с перечисленных средств не берутся никакие проценты или комиссионные отчисления. Вот в начале года у нас, может быть, наши читатели, радиослушатели помнят, у нас была история молодой мужчина, ему 34 года было, Егор Матушонок. Он столкнулся в Латвии абсолютно с такой же историей, что за операцию врачи не берутся, и лечение по ВАД-линиям больше никакого не положено. Но ему 34 года, рядом с ним прекрасная его девушка Екатерина была, которая взяла его просто за шкварку и начала искать варианты. Мы помогли собрать деньги, вот сейчас мы следим за тем, как складывается там ситуация, и сделали ему операцию, и провели лечение, и он в хорошем состоянии, он продолжает жить. И мы очень надеемся, что в случае вот с Андреем Грейденсом тоже все-таки дадут человеку шанс на, вот просто на жизнь. В принципе, это очень срочное дело, вопрос жизни, 9-3-0-6-3-8-4. И в гостях у нас в студии Хельмут Беттис, руководитель организации «Онко-Альянс». Вот на ваш взгляд, Хельмут, самая острая, вот драматическая ситуация, понятно, вот финансирование, да? Вот как вы видите проблемы в комплексе, еще вот что важно? Там много чего, в принципе, во-первых, когда человек узнает это, что он заболевал, как бы онкологическим заболеванием, он уже, в принципе, как бы, если у русских поговорка падает духом, тут же. И тогда даже эта, как бы, дорога пациента, может быть, убила, потому что он, например, живут, не знаю, якопился, хруспился. Он поезжал в Риге, он в Риге не был там последние 15 лет. Он уже, в принципе, у него уже какой свой стресс, он болен, он зашел в это большое здание. Хорошо бы было, если какая-то книжка, а что с ним будет, где он пойдет, а что потом будет, что потом будет делать. Другое мнение врача, потому что, может быть, он к врачу не был там на сколько лет. Но человек оказывается один на один со своей бедой. Если он не сталкивался, у него нет опыта, то, в принципе, там такой дополнительный стресс, от которого... Конечно. Просто болезнь может усугубляться. Так и есть, что, ну, как он коленцы, это один, ну, может быть, не из самых, в принципе, приоритетных, но это одни из вещ, потому что человек и есть один. И бывает так, что у него нет этого друга, жены, брата, который пойдет с ним, потому что он в стрессе. Он, может быть, даже пойдет к врачу, там, например, онколог-химиотерапевт, онколог, врач, может быть, и делал все, они делают у нас, врачи у нас хороши, если так сказать. Ну, а этот человек, может быть, если бы бил, например, друг с ним, может быть, он слышал всю информацию. Потому что, когда мы под стресс, мы не все-то слышим, мы забываем. Я сам слышал много таких историй, что звонит, например, дочь, у отца такой рак. Ну, я-то ничего там много не знаю, папа зашел один, вышел. И тогда мы думаем, как это, как это. Потому что это проблема в том, что мы, как общество, не говорим, что рак – это уже 21 век. Он есть и будет, это, в принципе, это не спид, его не можно заразиться, в принципе. Ну, вот так. Что там, в принципе, рак влияет на всю семью, и надо... И вы делаете доброе дело, и помогаете, и говорите насчет этого. Один хорошо – это медикаменты. Другое – это то, что попасть на это лечение. Например, человек с Мадонны доехать до Риги на ту же самую химиотерапию. Есть ли автобусы, чтобы он успел девять к врачу и обратно вечером дома? А потом в каком состоянии? Потом может ли он вообще ездить? Потому что, например, в Дании такое, что оплачивает не государство, а Паш-Вал-Дыба доставки ему, если надо, проводится процедуру. То же самое, ну, какое решено, ну, например, то же самое в больнице, где посидеть этого пациента после химиотерапии. Бывает, ну, не так хорошо. Эти часик-два часика, чтобы посидеть, чтобы пойти в себе, если так, очень легко сказать. Но нет такого, в принципе, он вышел. Мне, если можно, историю, не вот парень сейчас моего, а где я живу, поехал в Ригу, он в Риге никогда не был. Но он ездил после врача. Откуда и стал? От Курзана. Ну, он ездил, сломал за троллейбус. Он забудился. И, ну, никто не виноват, но он виноват, что он не был в Риге. Он виноват, может быть, в чем? Что он не родился в Латвии. Ну, в принципе, проблема такова. У него уже, вот, он больной, он колеболезнен, а у него большая проблема. Я забудился, где я? То есть, это вопрос системы. И вот часто очень многие вот говорят, что вот ругают врачей, да, но здесь ситуация такая, что именно врачи, они и сами сейчас бьют тревогу, и они тоже являются инициаторами, потому что они понимают, как это должно быть, да, и они понимают, что система несовершенна. И вот эти вот обращения в государственные структуры, они исходят и от врачей, потому что врач, ну как, если он работает в этой системе, он не может сделать больше, чем у него есть средства и полномочия. Ну, я бы хотел еще раз сказать, что врачи у нас хороши. На данный момент мы, как Анкалиенс, мы очень близко работаем со всеми врачами. И мы тоже, в том же напоминаем, что мы, в принципе, как пациент, лидер-билдинг со своей здоровьем. И тоже получается врачов, что врачи у нас хороши, но как пациент, что ему надо, ему надо информацию, и тогда пошел как один врач, второй врач. В принципе, два мнения может отличаться. Онкологов, химиотерапевтов у нас в стране мало. Это, я вам скажу, что они сами, как бы, ассоциации. Это время на визит мало. Так что, ну... А вот такие цифры, что каждый месяц по онкологическому диагнозу умирает около 500 человек у нас в Латвии. Получается, это где-то 6 тысяч в год. Ежегодно диагноз ставят 11 тысячам пациентов. То есть, это действительно такие у нас цифры? Ну, эти цифры, по-моему, еще не абсолютно точные. Неполные. Неполные, потому что у нас же регистра рака нет. Мы же не знаем, сколько у нас пациентов. Мы же видим, как мал процент, который идет на проверки. Рак груди. Там цифры очень малые. Если мы это, в принципе, тестирование, этот скрин их сделали заранее, я думаю, цифр будет на что много. Еще вопрос, где пропадают эти, которые, например, сказали, вы будете на активной новой ручей? Наблюдение. Наблюдение. Кто их проверяет? Они не пропадают? Или я? Сейчас мы сделаем маленький перерыв на рекламу. Оставайтесь с нами. Буквально через две минуты мы продолжим нашу беседу. Вы слушаете Радио Болтком. Редактор субтитров А.Семкин Вы слушаете Радио Болтком. Продолжаем нашу программу. В эфире благотворительная передача «Зеленая лампа». И мы хотим сказать огромное спасибо всем нашим радиослушателям, читателям нашего портала mixnews.lv, нашей рубрике «Зеленая лампа». На прошлой неделе мы просили помощи на оплату лечения в детской клинике в Санкт-Петербурге для двойняшек Ксюши и Миши Егоровых. Это рижане. Детки, которые должны в октябре, 23 октября, у них назначена дата поступить на лечение в Петербург. И было за неделю принято 2124 звонка на наш благотворительный телефон. Собрано 8798 евро. Нужно 9200. Но еще несколько сотен евро нам перечислят ученики 8-го Б-класса, 40-й школы, которые по традиции принимают участие в помощи детям, которым нужно лечение в рамках нашей программы. Они вместо цветов и подарков учителям на День учителя делают вот такую благотворительную акцию. Мы обязательно еще раз подробнее в следующей программе расскажем, как там это проходило. Мы поблагодарим очень адресно, 8-й Б-класс, 40-й школы, их учителей. То есть получается, что для Ксюши и Миши вся сумма собрана, они могут выдвигаться в Петербург на лечение. И мы очень надеемся, что человек, который попал в беду, которому мы помогаем на этой неделе, это Андрей Грейден, 43 года, ему нужны средства на поездку в Белоруссию, в клинику в Минске. И телефон 9306384 помогает ему и его жене Юле справиться с этой ситуацией. Гость нашей студии, глава объединения пациентов с онкологическими заболеваниями «Онко-Альянс» Хельмут Беттис. Хельмут, а вчера вы были гостем программы на латвийском телевидении. Вот расскажите об этой дискуссии, что там было. Да, вчера было интересное. Это в русских новостях? Это было в русских новостях, да, это был первый раз, когда я говорил на русском, к вас тоже гости первые. И я видела, что в своей социальной сети вы поблагодарили свою учительницу русского языка. Да, 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 еще раз Валентина, она уже третьего класса, я был ее подарком. Но дискуссия была хороша, потому что мы первые уже видели, услышали какие-то новые цифры насчет онкологии, где мы идем, какие актуальности и приоритеты будет из государства. И том же насчет русскоговорящих был вопрос, который я сам задал себе. Если я, например, тут живу и не знаю языка, как я, например, и не знаю о COVID, и не знаю то же самое о раке, потому что у нас вот законы таковы. Я хотел же отойти как от Альянса, так и от политики, как Хелмбекис, они заболевают так же с раком. Они же тоже платят налоги, они тоже граждане Евросоюза. Ну, зачем? Зачем их, в принципе, вот так? В дискуссии участвовал представитель Сейма. Представитель Сейма, да, представитель министра здоровья. Здравоохранения. Здравоохранения, да. Да, и я. И там была любопытная ситуация, что это была русская редакция, русская программа, ведущие вы и представитель Сейма Виталий Орлов, да, был? Да, да. Говорили по-русски, а представитель Минздрава говорил по-латышски. Ну, не, но я бы хотел, ну, когда я услышал, что он так выбирал, я бы тоже, может быть, выбрал бы говорить на латышском. Ну, в том же, я живу в Риге сколько, не знаю, долго-долго-долго лет, я думал, что если я могу, тогда легче же обратиться к вам. Что, нет, Килмар сделал правильно, если он не уверен, одно слово на латышком, одно на русском, по-моему, и для понимания. Он официальную информацию все-таки преподносил. Да, да, и тоже, например, вот я, может быть, я чудо, но в моем поселке, где я рос до 18 лет, не было ни одного русского. Где тогда? Мне повезло с ученицей. С учительницей Валентиной. Да, с Валентиной, да, спасибо, но тогда может быть и такая ситуация. То же самое может быть там за долгопилцем и около там, ну, может быть, мы все знаем, только громко не говорим, что там говорить на русском. А, кстати, а как обстоит ситуация с онкологами вот в районах, в районных городках? Вот, по-моему, там не так уж хорошо, чтобы знать, как бы, актуальную информацию задавать лучше у них, но сколько я знаю, там, например, в Талстах нет онколога, в Долгопилц, по-моему, не был онколог-химиотерапевт. И тут же проблема та, что, ну, нет новых врачей, и врачи, может быть, даже не хочет там идти по каких-то причинах. Я не виню, я как бы не хочу винять там, например, врачей. Я их тоже, они же тоже, например, ну, люди. И тоже, что, ну, что гостиница предлагает, и, ну, когда они снимают свою одежду, они же вставляются, ну, человеком. Ну, я ещё раз, когда вы прочитали, я хотел бы добавить, что насчёт этого восьмого класса, я знаю, что мужчина не плачет, но я, пусть я, ну, оплатился, потому что, ну, мы живём в хорошем обществе, я хочу тоже верить чудесам. Вы знаете, мы каждый раз удивляемся и от всей души вот с благодарностью обращаемся к нашим радиослушателям и, конечно, к тем, кто следит за нашей страницей, за нашими активностями в социальной сети Facebook. У нас очень отзывчивые люди, причём у нас идёт информация на русском и на латышском языке, и я вижу реакцию, то есть, когда человек в беде, там вот нет ни языковой, ни национальной никакой границы. Да, может, нам хватит уже, в принципе, нам хватит проблем, чтобы, ну, мы же все люди, ну, есть эта песня, там, генераль песочного карьера, там, в принципе, нет ничего, ну, не по теме, но там есть пару слов, ну, когда мы же друг другу обратно. Вот сейчас на портале Manobals.lv собираются подписи, да, призывают Сейм добавить в бюджет здравоохранения на следующий год 28 миллионов евро, да, как там обстоит ситуация, что это за инициатива? Ну, сейчас это, в принципе, этот Гунита Бертия Дзивиос Кост, она ещё одна организация, как Мионка Альянс, спасибо ней, что она написала, получили, в принципе, вот с утра узнали, что, в принципе, в следующем году этого мы добрались. Но это, в принципе, те около 30 миллионов от всех, что надо было. Так что, это хорошо, но таких инициатив по, в принципе, онкологии много было. Я бы хотел, чтобы не было никогда вот так, что, как пациенты в онкологии, нам надо было спрашивать референдум, потому что это было неэтично, выйти в улицах человеком, который хроническое заболевание. Но там, в принципе, если это дойдут до совершенства, на данный момент, вот с утра ещё сказали, что эти деньги, ну, есть. Что возможно, что их дадут, но это именно на препараты, на медикаменты? На препараты. По-моему, там было в месте 29 миллионов 20 для медикаментов и 10 там на других тоже нужных вещей, но это уже, ну, это хорошая вещь, что эта инициатива пошла, ну, на результат. Вы знаете, мне вот цифры, значит, здесь мы просим 28 миллионов на медикаменты, а мы говорили про COVID, если сравнивать статистику там и по смертности, и по финансированию. Это когда только вот это всё началось, и на июнь прошлого года, меня вот поразила цифра, что в первой половине 2020 года было выделено 45,7 миллионов евро для Министерства обороны на покупку индивидуальных средств защиты и средств дезинфекции в связи с COVID. То есть, вот, Министерство обороны, 46 практически миллионов, да, и 28 миллионов, огромная общественная инициатива просит у Сейма на лекарства для онкологических больных и граждан Латвии. Это, по-моему, насчёт приоритетов и другие, ну, в принципе, двух слов, это политическая воля. Если мы хотим, это мы можем. И в этом смысле, конечно, это очень важно, чтобы вот мы сейчас с вами об этом говорим, организации пациентов объединяются в альянс, об этом говорят, сами медики, сами специалисты-онкологи говорят, и будем надеяться, что это каким-то образом повлияет на эту политическую волю. Ну, нам не хватает, я скажу честно, нам не хватает общества, чтобы, я понимаю, мы борёмся вместе тогда и после влечения, и тогда и не будем стигматизировать эту болезнь ещё, потому что бывает так, что маленький компас ёк один болеет раком, все это знают, но об этом не будем говорить. Это тоже не хватает. Когда общество будет говорить, что мы хотим, чтобы нас лечили так же, как в среднем Евросоюзе, я думаю, что это чуть-чуть не хватает, но я думаю, мы этого добьёмся. А как Латвия выглядит даже вот не на фоне Евросоюза, а по отношению к соседям, к Литве и к Эстонии? Несли насчёт, ну, как страна, мы самая красивая, но если по отношению к онкологии. Мы, в принципе, на пополну, мы и там последние. И это вот опять в том же вопрос, я родился в Риге, если бы родился в Клайпеде, зачем у меня, в принципе, лечили лучше, побольше были медикаментов и всяких манипуляций. Но в том, что, в принципе, Литва, у них это с налогом как-то связано, по-моему, у нас вот пока такого нет. У нас и лекарства дороже одни и те же. Лекарства тоже. Лекарства, ну, теми те же. Ну, в принципе, в Евросоюзе есть это два ЛНС, в которых каждую, в принципе, локацию есть какие-то лекарства. Ну, я знаю, у нас были истории, когда люди очень расстраивались, когда началась пандемия и закрыли границу между Латвией и Литвой, нельзя было ездить. Они не могли поехать, потому что они ездили и покупали онкологические препараты для процедур, которые назначены здесь, которые не компенсируются в Литве, потому что там гораздо дешевле. Это, ну, так есть, так можно быть, но не знаю, я как негражданский сектор, что-то мне комментировать. Может быть, я думаю, все, начиная COVID-19, делали какие-то ошибки, потому что мы не помним какую-то пандемию, которая бы так влияла. Может быть, кто-то сделал какие-то ошибки, мы все сделали, но, может быть, это не было правильное решение. Хельмут, вы сказали, что мы отстаем, и вы сформулируете, что мы последние в Евросоюзе. То есть, это действительно, мы можем так говорить, это по финансированию? По финансированию, по медикаментам, и тоже, по медикаментам это абсолютно, нам только чуть-чуть лучше, чем Румания, и это другой уже вопрос насчет, ну, как лечить рак в Риге, как в Литве, как в Варшаве. Все равно это разнообразие. Да, потому что очень-очень-очень много медикаментов, ну, хорошо, а большое, а тогда вот сколько врачей, как далеки они, сколько государства оплачиваются они по манипуляции. Например, операция была, после операции надо памперс, например. Оплачивается, не оплачивается, палеоативная помощь. У нас на данный момент уже не хватает свободных кроватей. Ну, в том же, например, в Великобритании есть уже дома, что, в принципе, вот пациент на палеоативное лечение дома, тогда приходят сестры. Там мы намного от чего, ну, отличаемся. Конечно, это все не сразу сделано, но то, что нас, в принципе, мы как анкалиенс, как я уже вчера сказал в студии, что мы знаем, что все не сразу можно решить. Но мы хотим знать, когда это будет. Мы потом спрашиваем, где есть. Ну да, вот мы говорим, конечно, об общих таких системных проблемах. Наша программа, она все-таки каждую неделю рассказывает очень личную, очень конкретную историю конкретного человека, да. И в нашей рубрике можно зайти и посмотреть, как мы говорим, на фотографию в глаза этому человеку, на его семью, прочитать его личную трогательную историю. И вот на этой неделе Андрей Грейден, 43 года, он бывший полицейский оперативник, как сказала Юля, настоящий такой честный мент. И незадолго до болезни он ушел на досрочную пенсию по состоянию здоровья, и потом вот случилась с ним такая беда. И, то есть, как вот у нас вот в нашей системе, нашей водлинии, просто перечеркнули его, вычеркнули, потому что ему больше ничего не положено. И ему дают шанс в научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Александрова в Минске. И мы просим вашей помощи, если кто-то может помочь, обратитесь. Он очень стеснялся, он очень стеснялся давать свою фотографию, так как у него вот распухшие миндалины, на фотографии это видно. Он очень стеснялся, он очень не хотел, но вот узнают его знакомые, его какие-то друзья, его одноклассники. Вот мы сделаем публикации, мы очень надеемся, что люди откликнутся, или просто люди, которые готовы каким-то образом сопереживать. 9-3-0-6-3-8-4. И вот в конце я хочу еще процитировать, есть у вас, в вашей организации, Хельмут Онко Альянс, Арта Лаци, она журналист издательства «Санта». И вот она написала в социальных сетях, я посмотрела на заеду ТЛВ, сколько денег собирают специально для онкологических пациентов. Мне кажется, что если бы я была министром финансов или здравоохранения, я не могла бы спать сегодня, глядя на эти призывы о помощи. Вот ваше эмоциональное отношение. Я не знаю, я как человек, я тоже эмоционально, когда первый раз я или мои активности вылечил одного мужика, я сразу видел Рождество, семье, я видел отцовские. Ну, я, в принципе, видел, что это не только один человек, который мы вылечили. Мы доказали, что мы можем. И это тоже, в принципе, я тоже много плакаю насчет этого вопроса, потому что у меня бывают такие звонки, что я иду висеться во двор, хорошего тебе дня. Я думаю, зачем ты мне такого прислал? Я, ну, я бы с радостью, но я тоже, в принципе, как молодой парень и человек. Ну, эмпатии у многих не хватает. Ну, очень многих. И, конечно, если мы насчет это говорим с детьми, с английского заболевания, с женщинами, и то же самое с мужиками, я видел, как они ломаются. И это у меня вот саму, как мужику, это, ну, это достаточно нелегко. Я вот сейчас тоже говорю с много семьями, которые влияют на болезни, и слушая их статус, их рассказы, это не так легко отойти из стороны, что хорошо, все, я больше не там. Конечно, что плохо, потому что ты понимаешь, что ты вот Дон Кихот в каком-то смысле. И, как я сказал, в первом году я бороюсь с невидимкой за чужого человека. И на данный момент уже мы, как Анкай Аленс, мы не готовы, я как бы, ну, показывать белый флаг. Мы еще, мы будем идти вперед. А пока для конкретного человека, для конкретной семьи у Андрея есть сын, есть мама. От мамы вот до последнего держали в секрете и даже думали, как вот если мы сделаем публикацию, мама узнает. Но мама не пользуется интернетом, радио, может быть, она не слушает. Может быть, на данный момент уже вот она узнала, то есть берегли маму, чтобы не расстраивать. И все-таки 43 года, и человек с очень сильной такой волей, с силой, духом, да, ну, раз он выбрал профессию оперативник, да, в полиции, в криминальной полиции, он действительно намерен справиться. Рядом с ним очень любящий человек его жена Юля. У них потрясающая история любви, можете почитать ее на сайте. Я уже почитал. Потому что это не трудно, когда надо говорить, ну, тоже, ну, молодой, молодой мужчина и очень нужный. Я сказал, что мы не так много, что мы смогли от ЛОТС потерять хоть одну, хоть одного. И на данный момент, ну, если люди можете, ну, конечно, конечно, помогите. Есть шанс, и это реальная сумма, потому что изначально Юля отправляла все медицинские документы и в Израиль, и в Германию. Там, конечно, заоблачные цены. А Белоруссия – это абсолютно реальная сумма. Это две с лишним тысячи евро за курс. Нужно три курса. И вот сейчас нужно срочно хотя бы на первый курс набрать, потому что уже на этой неделе он должен ехать. И для него это вопрос реально спасения жизни. Спасибо всем, кто нас слушает, кто откликается. Значит, mixnews.lv рубрика «Зеленая лампа». Там все подробности. И спасибо нашему гостю, руководителю пациентской организации «Онкоальянс» Хельмуту Беттесу. Спасибо, вы делаете доброе дело. Всего доброго и до следующего вторника.